здравствуйте коммунальный детектив продолжается с вами анастасия карева и вадим петров вадим как тебе вчерашняя погода которая преподнесла нам сюрприз погода испортила личные планы как минимум куда-то съездить и дергала освещение дома искать было видно что по электрике были какие-то проблемы серьезные в городе дадим слово специалиста пусть она расскажет что произошло вчера почему и где были проблемы с освещением вчера вот были неблагодарятные погодные условия сильный ветер поэтому восточный район в районе было перекрест проводов некоторые дворы некоторые дворы были подключались но сегодня с ночи уже работают бригады сегодня днем работают и до включения наружное освещение сегодня все будет устранено и наверное обращусь ко всем нашим телезрителям что если у вас возле дома нет освещения если какие-то проблемы перебои погасла лампочка не горят фонари то пожалуйста звоните 051 вам обязательно помогут по крайней мере так пообещали в комитете по развитию городского хозяйства значит есть куда жалуются вчера было понятное дело что форс-мажор никто не мог предвидеть такие погодные условия давай поговорим о том как в принципе круглый не круглый год даже сейчас авто дело с освещением и наверное эту тему можно разделить на две освещение уличное освещение внутри дома в целом да вот эти если говорить вообще об освещении улиц на и дворов то наверное логично казалось бы их поразделить было так я бы еще заметил только одну небольшую вещь что у нас еще есть помещение так называемое общедомовые да и вот эта граница между допустим придомовым освещением и освещением внутри домовым иногда размыто скажем так потому что есть технические требования которые описывают какие светильники относятся к светильникам уличным по-настоящему скажем так какие относится к домовым то есть допустим светильники если будет висеть освещать двор на он будет находиться на фасаде здания то он же будет относиться к внутридомовым и оплачивать его будут соответственно люди со всего его общедомового счета а так если брать в целом тогда наш территория где мы ездим на машинах гуляем она разделена на придомовые городские начиная тема освещения предлагаю дать слово самим мурманчанам что они думают по этому поводу как они считают светло у нас или темно в нашем городе давай послушаем внимание на экраны наш вопрос пожалуйста как вы думаете у нас город хорошо освещен или нет вообще я думаю что хорошо но просто сейчас время такое темное что очень темно конечно он это от того что снега на нету так а так вообще город у нас неплохо освещен по сравнению с другими городами а дворы вот например где вы живете у нас двор хорошо освещен у мамы у меня двор хорошо освещен сейчас конечно плохо центральная улица очень красивая я живу это проезд молодежные там освещение от детского садика но есть а так не очень хотелось бы больше особенно в полярной ночи ну про двор я вообще молчу да не очень ну периодически не работают дороги плохо освещены особенно сейчас в темную в темное время и не хватает света мне кажется а дворы а дворы вообще ужасно думаю что хорошо а самые лучшие вот где освещение у нас по городу на пяти углах двор вот например где вы живете как там с освещением нормально светло очень плохо не хватает фонарей но вот смотрела во дворе я их не обнаружила очень сильно плохо не хватает фонарей не работает ну где-то не хватает где-то не работает у нас со дворей нормально плохо почему не хватает фонарей или они не работают не хватает и не работают а двор вот где вы живете шмидт один парк свертом но сейчас сам открыли после ремонта может быть и лучше будет но пока еще не видела плохо еще центр города терпима ленинский район вообще на гончарова ужасно я говорю в потемках я думаю что не очень со стороны порта иду уже в который вечер там боюсь в лужу в какую-нибудь не наступить это но сам город мне кажется центральная улица более-менее нормально освещена вот подворотни очень опасно помимо хулиганов можно угодить еще в канализацию в какую-нибудь мы сказали что освещение делится на два вида так сказать как это общий домовой который относится к городу когда фонари стоят на улице и когда фонари прямо находится на фасадах это уже вообще домовое освещение которое относится к дому и мы за него платим если есть такое освещение соответственно если вдруг эти фонари не горят то все претензии управляющей компании компания да там есть один очень важный вопрос то есть вообще теоретически она все разделено на три части даже может быть не на две это внутри домовое придомовое и городское вот что у нас произошло за последнее время действительно 2012 году мы претерпели очень сильные изменения во первых все общегородские сети 11 ну там с 1 июля 12 года вступили в 11 приняли действительно то есть люди уже надеюсь многие были готовы к этому в одиннадцатом значит у нас и городские сети стали освещаться за счет города то есть полностью обслуживаться сети придомовые и внутри домовые стали у нас разграничены особым образом по тому кто и как за них платят потому что внутри домовое у нас относилась к тому что люди платят так называемое электроснабжение моб да там в квитанциях по-разному может быть абсолютно написано но речь идет об освещении общедомового имущества но там в него входит и сигнализация и освещение подъездов придомовая там который технологически определенным требованием совпадает и до 2012 года люди платили зависимости от того сколько они электроэнергии после дома у себя потребили плюс налагалось еще столько же пропорциональной общедомовой вот такую систему посчитали несправедливой многие накручивали счетчики были несанкционированные потребление остались еще к сожалению так сказать которые ложились на плечи почему несправедливо тем кто передает четко показания магазины подключались какие-нибудь гараж на кооператива абсолютно точно то есть у нас были даже такие сюжеты уже в наших выпусках я думаю люди помню прекрасно вот что же касается конкретного общегородского освещения там мы все живем городе видим что у нас во дворах есть проблемы с освещением есть как бы они носят точечный характер целом по городу все в общем то у нас неплохо вот но я вот знаю допустим лично проблем на карла ливнехта 23 там есть светильники которые после смены нескольких управляющих компаний реформ оказались непонятно в чем ведение и не управляющая компания не город не хотим не берут пока их к себе на баланс плюс к тому светильники находятся на территории детского садика все расположенного рядом и очень сложно кто возьмет и будет платить за вот эту долю вот по этой причине есть у нас проблемы с ними нужно разбираться сочи не знала я проблему на поэтому адреса но сегодня когда побывала в комитете по развитию городского хозяйства я сдала несколько других вопросов потому что в редакцию звонили люди с улицы свердлова с улицы самойловой звоночного городка но больше всего было звонков у них мне кажется больше проблем не только с освещением вообще жилищно коммунальных проблем потому что они такие наши постоянные зрители и постоянные вопрошатели их которые задают свои вопросы и занят программ комменный детектив так вот в комитете по городскому хозяйству прокомментировали ситуацию по нескольким адресам давай дадим слово специалисту может быть кто-то услышит списке адресов где есть проблемы в списке адресов где будут проведены работы именно свой адрес адрес своего дома и мы может быть мы успокоим тогда что в скором времени будет светло итак давай начнем с того что озвучим список домов где планируется в следующем году навести порядок с освещением внимание на экран пока что запланировано у нас четыре больших объекта это значит в районе домов пока орла дипнихта 27 31 перевел актерский дом 3 октябрьская 26 26 по 42 дом второй объект это самуэлова 8 егорова 5 самуэлова 12 шмидта 45 47 третий это челюсткинцев 18 20 карла дипнихта 21 25 октябрьская 22 24 и четвертый объект фрунзы 17 21 генералово 2 2-8 халтурина 16 горького дома 2 12 и 17 14 вот четыре объекта на них запланированы деньги все это зависит конечно от бюджета потому что должен быть принят бюджет на следующий год если в бюджете будет строчка как раз таки на освещение эти работы будут проведены так что мы будем следить естественно весь процесс будем освещать когда будут принимать бюджет вот и тогда продолжим по адресам которые назвала уже улица свердлова и улица самойлова и больничный городок тоже небольшой комментарий по улице свердлова это касается домов дом 8 корпус 2 дом 8 корпус 4 сейчас эти территории освещаются фасадными светильниками вот но данные объекты уже обследованы подготовлены объемы работ будем проектировать будем строить при наличии финансирования вот на самойлова самойлова 6 но там практически такая же ситуация вот сейчас эти дома тоже освещаются под козырьковыми светильниками вот ну в общем то пока это относится к сфере деятельности правящей компании если это именно вот фасадные светильники данные территории выявляются они вы практически уже все выявлены на них определены объемы работ будем будем проектировать будем строить но опять же при наличии финансирование ну как мы уже сказали если в вашем доме проблемы с освещением возле вашего дома поправлю себя то звоните на 51 ситуация должны решить устранить поломки но точно дать дежурно-диспетчерская служба у нас сейчас является муниципальным предприятием она фиксирует заявки простой звонок туда будет зафиксирован потом можно получить какое-то подтверждение что вы обращались в случае чего-либо вот всем понятно что является мотивом почему важно придомовое освещение это вопрос просто безопасности страшно ходить по темным дворам и маневрирование на машинах так сказать потому что не очень удобно по темных дворах парковаться и так далее можно запросто задеть соседа да и кто в таком случае будет виноват ну наверное управляющая компания потому что должно соответствовать если смогут люди вовремя со стакана будет очень сложно доказать что управляющая компания там виновата в том что ты не так припарковался и кому-нибудь поцарапал если будет уточнено что этот фонарный столб действительно обслуживается ей вот как допустим участке дорог вот и мы знаем примеры когда автолюбители получали компенсации за разбитые колеса и подвески во дворах от управляющих компаний есть был такой случай у нас на горе дураков там владелец очень дорогого автомобиля даже где-то в новостях потом это было засвечено что он получил высадил такой управляющей компании вот эти деньги вот освещение ничем не отличается точно также все должно соответствовать определенным нормам вот единственное что допустим если напор воды там или какие-то стандартные коммунальные услуги можно легко померить то здесь уже понадобится специальное оборудование потому что чтобы за тут придется приглашать эксперта для составления протокола но в случае выигрыша дела все это будет компенсировано очень полезная информация да в целом я бы сказал по моим личным наблюдениям у нас неплохо в городе то есть это могу сравнить там разоводском кемью псковом там екатеринбургом может быть даже курском у нас гораздо лучше может быть это как раз в силу вот эти очень длинного периода полярной ночи люди как бы сразу же оборудовали неплохо дворы вот но тем не менее остаются все равно даже по моему по нашей практике работы вопросы баланса принадлежности чей-то фонарный столб если даже иногда город закрывает глаза и запитывает как бы этот фонарный столб электричеством лишь бы светило как говорится когда там разобьют лампочку непонятно уже кто ее меняет и кто будет за это платить это ведь надо люльку подогнать надо посмотреть а иногда там и патрон разбит и ну приходится все это достаточно дорого встает то есть не просто как поменять лампочку в подъезде по этой причине тут точечно нужно работать над урегулированием скорее всего там где не горит есть какие-то юридические тонкости есть вопрос принадлежности сети я уверен что город свои участки обслуживает достаточно как бы точно четко вот а здесь нужно как-то стимулировать и компании жильцов потому что начнется начинаться должно в конце концов жильцов что они должны заявить о своей проблеме они должны выяснить кому это принадлежит вот к сожалению городская власть у нас за как каждый двор не заглянет они делают то что у них стоит в перечне до вопрос чтобы ваш дом был туда поставлен это нужно написать запрос чтобы узнать находятся ли данные фонарной столбы в перечне вашего дома или в перечне города находятся ли кто платит за электро освещение к чему подведено так сказать электропитание это отдельный вопрос на чьей территории располагается данный фонарный стол вот то есть на самом деле такие такие вопросы лучше решить один раз и навсегда то есть создав совет дома даже если у вас нету тсж вот сделать копию паспорта технического запросить участок прилегающий к вашему дому даже если он не отмежован все равно вы хотя бы будете понимать границы где и что то есть а уже межеванием там решать заниматься им или нет вот один раз заполучив такие документы многие вопросы эти и другие вы будете уже готовы сразу решить не надо будет отдельно обращаться а так если пока у вас всего этого нет то стоит сделать это сейчас и заодно узнаете где у вас парковка что за счет чего освещается это к тому вопросу очень глобальному который мы обсуждаем из раза в раз про активность жителей даже к нам редакцию нашим программам занят очень многие жители мурманска жалуются на свои проблемы кто с парковками кто с отоплением то освещением то с водой проблему масса нашу лично коммунальном хозяйстве это очевидно я говорю хорошо давайте все мы к вам едем ждите а как вы к нам едете нет не надо на снимать на нам показывать но вы как-нибудь сами а как мы сами вы должны у вас проблемы вы должны к нам прийти вы должны нам рассказать чтобы мы сняли и показали другим и чтобы увидели в том числе какие-нибудь управляющих компаний нибудь чиновники вас чтобы услышали ваших проблемах тогда не будут решаться только в этом случае а не в том что мы как-то гипотетически что-то с тобой будем обсуждать о чем речь у нас вообще принято почему-то сейчас считать людей которые интересуются жкх ходят куда-то жалуются за немного нездоровых а это наоборот самое здоровое население это наоборот получается население и от их как бы работы и жалоб я знаю одну женщину она проживает у нас на фонде я не буду назвать ее имени но у нее есть своя папка в прокуратуре это сказать что именно по ее обращениям ленинского округа вот то есть она так сказать если видит где-то какое-то нарушение она тут же идет и незамедлительно пишет вот грамотно составляет поскольку в бывшей своей работе она работала чем-то связано с проверкой информации очень грамотный человек юридически подкованный и внимательный вот она каждый день пишет две-три жалобы на какие-то проблемы в городе где-то завалена контейнерная площадка там где-то освещение недостаточно где-то благодаря ей решаются многие городские правильные сессии так скажу ручки то что будет весь двор смеется над ней как бы иногда вертит у виска так сказать я знаю разных людей мы допустим к ней относимся серьезно и иногда ее жалобы или какие-то предложения очень сложные вот мы хотя бы даем и знак что и услышали хотя бы что-то попытаемся в этом роде сделать вот и люди действительно должны просыпаться так сказать особенно если у них тебе даже если их темно в этом во дворе очень актуально накануне полярная ночь продолжим тему освещения и вы говорим про уличное освещение вот здесь кстати есть чем гордиться говоря про знаешь что у не про столбы фонарные которые стоят дорога про иллюминацию она и красиво и тоже освещает улицу город в прошлом году нас очень сильно удивили и мы могли хвастаться всеми другими городами там даже часто с каких-то конкурсах и думаю что мы были бы среди среди лучших это уже достала визитная карточка города очень красиво и даже судя по тому как она воплощена то есть я думаю что никто не против что это висит это есть и когда приезжают друзья в город даже из больших городов вот они смотрят ой как у вас красиво то есть давайте тут пройдемся завтра чем тут на машине едем то есть у людей появляется интерес пройтись по городу и погулять это очень интересное новаторское предложение но она входит в контекст придумал общее городского освещения мы платим как бы через налоги как бы по длинной цепочке скажем так из-за установку из-за обслуживания вот эти самые иллюминации вот я думаю она себя окупает и удовольствием и по каким-то другим вещам так сказать в конце концов это наша центральная главная улица области и она должна быть красивой привлекательной вопрос в том чтобы так было везде как не только на проспекте ленина да чтобы так было и на больничном городке и частично и на улице зеленые и наверное где-то еще на других участках нашего города в целом все неплохо и единство что нужно точечно решить какие-то вопросы и здесь может быть даже надо какой-то городском совещании собрать по тем вопросам может быть действительно что же решается потому что помнишь в прошлом году на улице рогозерская в мурманске дали освещение наконец-то поставили нам столбы и все были очень рады потому что стало можно нормально ехать на машине не страшно там столов там стало просто здорово да как европе и насколько мне известно там не достаточно большой план по вот этим изменениям да то есть не стоит на месте инфраструктура и понятно что возможности городского бюджета это сказать тоже в наших условиях сегодня не фантастические все сделать сразу нельзя вот но работа ведется и я честно говоря вот сейчас когда проезжаю вот этот участок вот я вот так мечтаю что это будет продолжаться так вот везде будет такое качество освещения работы ведутся и продолжает вестись давай дадим слово специалисту комитета развития городского хозяйства он расскажет какие работы ведутся сейчас в этом году у нас после капитального ремонта улицы калинина и бачкова мы будем включать освещение буквально одна улица калинина до конца недели постараемся на улице бачкова ну до конца ноября примерно вот так же планируется сейчас уже подписан контракт на устройство наружное освещение улице свердлова от верхнерозинского шоссе до дома 2 корпус 3 и на торгах находится еще один объект это в районе баум на 42 проезд от улицы щербакова до школы искусств до конца года постараемся сделать продолжая тема я хочу в пример привести сейчас как раз таки не мурманск а колу потому что на прошлой неделе была организована такая поездка называлась пресс-тур вот с названием конечно я могу поспорить потому что пресс-тур мне кажется что должно быть что такое более глобальное а сам повод был очень хороший потому что показывали как у них в городе обстоит дело с уличным освещением и там есть чему похвастаться потому что по программе энергосберегающих технологий они делают освещение на улицах очень успешно давай прервемся и покажем наш сюжет работы по установке энергосберегающих светильников коле шли все лето сейчас они светят на шести улицах города миронова андрюсенко победы и других новые лампы по сравнению с прошлыми ртутными потребляют энергии в три раза меньше здесь экономия электрической энергии составит порядка 186 киловатт часов в год ну что что порядка здесь тариф 4 и 2 рубля ну это порядка 800 тысяч рублей это современный так сказать свет да который так сказать не режет глаз по сравнению с предыдущими лампами практически промышленного характера свет стал гораздо мягче и удобнее для водителей для пешеходов на это понадобилось свыше 16 миллионов рублей причем сам муниципалитет потратил лишь полтора миллиона остальные деньги инвесторов альминую долю это сумму выделили из федерального бюджета предоставив субсидию на энергосбережение средства будут даваться на возмещение затрат понесенным по энергосбережным договорам по лизинговым контрактам также будут компенсироваться проценты по банковским вкладам и соответственно следующий этап это все таки мы видим работу не за счет средств областного федерального бюджета все таки за счет средств инвесторов привлечение вне бюджетных средств уже прорабатывается в данный момент энергосервисные контракты на освещение заключается в олене горске а также на предприятиях морской рыбный порт в мурманске и водоканал в манчегорске мне кажется что эту папку мы все равно не будем откладывать долгий ящик потому что освещение освещением сегодня тема актуальна с приходом полярной ночи нам будет еще более актуально и мы тогда расскажем покажем где остается проблема где не решили абсолютно точно заодно поможем нашему городу держать марку города с хорошей освещенностью города светлого и такого скажем так креативного вопроса в этих вопросах вот поэтому если какие то вопросы есть мы будем это сразу передавать для решения тем кто за это ответственно обязательно будем передавать это была программа коммунальный детектив до свидания до свидания желаете стать участниками или экспертами проекта коммунальный детектив нуждаетесь в юридической помощи звоните по телефону общественной организации содействие жилищным инициативам знаток 42 69 08 программа коммунальный детектив благодарит за помощь в проведении съемок ресторан-пиццерию корлеона и